Количество обращений по правам несовершеннолетних в Московской области выросло. Но это связано не с тем, что к детям стали хуже относиться, а с открытостью чиновников, к которым люди обращаются, зная, помощь и справедливость есть. Лишнее подтверждение тому подобные приемы. Сегодня в Ленинском районе жители принимала уполномоченный по правам ребенка Ксения Мишонова. Свой пост она заняла относительно недавно, но уже успела вникнуть в проблематику. Очень важно поддерживать доверие у населения, что есть мы. Мы всегда готовы на консультацию, на помощь, на откровенный разговор. На просто поболтать, встретиться и, может быть, оттянуть на себя какие-то заботы. Может быть, человека где-то утвердить в каких-то его убеждениях или, наоборот, развеять какие-то его сомнения. Но иногда даже психологами нам приходится работать. Так получилось и с Татьяной Балашовой. На прием женщина пришла с просьбой посодействовать в предоставлении бюджетного места в учебном заведении Москвы для ее внука, который остался без родителей и воспитывается бабушкой. Молодой человек занимается спортом и в будущем хочет стать тренером. Татьяне пообещали, что мальчика под контроль возьмет первый заместитель главы Ленинского района и ему помогут развиваться дома в Подмосковье. Если он вернется, а мы хотим, чтобы возвращались дети членоправно к нам, он в перспективе, дай бог, обзаведется семьей и все остальное. Мы обеспечим жизнь. И бабушка будет рядом красивая. Результатом встречи Татьяна Балашова осталась довольна. Дмитрий Владимирович Волков очень хорошо своим ответом меня воодушевил, порадовал. Более подробно уже вне этого приема мы как бы индивидуально разберем это все. Я думаю, внук будет тоже доволен. И этот пример не единственный, когда к уполномоченному по правам ребенка люди приходили с определенной просьбой, даже не понимая, что их субъективное мнение не всегда полезно для будущего несовершеннолетнего. Для этого с каждым посетителем проводится беседа, выясняются нюансы, даются советы и, конечно, вопрос берется на контроль. Юлия Погосян, Алексей Карбанов, Ольга Садовская, Видное ТВ.